Сын ошибок трудных. Четыре буквы. О-ПЫТ. Это проект «Простые эфиры». Мы продолжаем говорить об историческом опыте в период эпидемии, по возможности разоблачаем современные фейки на этот счет. Здравствуйте. Пандемия коронавируса оголила огромное количество вопросов, в том числе и духовных, многие из которых просто дремали годами. Но, как говорится, проблемы затем и посылаются, чтобы у человечества была возможность перегипсоваться, то есть откорректировать неправильно сросшиеся кости. Так что в нашем случае, как и две тысячи лет назад, земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и спящие во гробах вопросы вошли в нашу размеренную жизнь. Можно ли заразиться вирусом от святыни? Как совместить веру и санитарные нормы? Закрывать храмы или открывать? Бог или вирус? Причастие или уксус? Патриарх или старца? Циркуляры или откровения? Санитарный врач или епархиальная архиерея? В общем, как всегда, православие или смерть? Вот недавно тут один монах из Екатеринбурга. Проклял людей и весь их род, включая церковных руководителей, лишь за то, что они относятся к эпидемии иначе, чем он сам решил. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род. По-видимому, вирусов все-таки два. Один бьет по здоровью, а другой точно по голове. Священоначалье, к счастью, запретило этому монаху все публичные выступления. Ну а мы, для того, чтобы сохранить все-таки голову в здравии, а сердце в радости, продолжим разбираться с тем, как в действительности церковь реагировала на эпидемиологические угрозы в своей истории. Период до Петра Первого мы рассмотрели в предыдущей программе, так что сегодня затронем 18-й век. Век, в котором правили три Петра, две Екатерины, ну и, конечно, Анна, Елизавета и Павел. Восемь правителей за сто лет. Такого Россия еще не видела. Именно это столетие стало не только самым бурным в политическом смысле, но и переломным в плане церковного понимания того, как нужно себя вести в период эпидемий. Как мы выяснили, благодаря выдающимся русским иерархам Геннадию Новгородскому, Феодосию Московскому, Патриарху Никону и многим другим, церковь поняла, что невидимый враг, который приходит в города во время очередной инфекции, требует строгого соблюдения определенных законов. И вот именно эти законы она, церковь, и стала фиксировать, стала изучать и передавать следующим поколениям. Однако в этом вопросе не все так было гладко, как и в наше время церковь столкнулась с отчаянным сопротивлением некоторых провокаторов, кликуш, лжестарцев, которые увлекали за собой народ и приводили к большим человеческим жертвам. Самая страшная история, связанная с этим горьким опытом, случилась в дни царствования императрицы Екатерины II. В 1770 году в Москву пришла очередная чума. К счастью, последняя. К несчастью, самая крупная. Люди тогда были простые, ничего не знали ни про вирусы, ни про контагиозность. Поэтому, как только начались первые смерти, все массово рванули в храмы. Чудотворным иконам. Понятно, зараза стала распространяться еще быстрее. И вот тогда к народу вышел московский архиепископ Амвросий. И вот про него стоит сказать несколько слов отдельно. С детства будущий московский святитель воспитывался монахами Киева-Печорского монастыря. Он был человеком прекрасно образованным, знавший языки, книги, который разбирался в истории и опыте церкви. И будучи человеком начитанным, он прекрасно понимал, как нужно действовать при чумной угрозе. Амвросий составил документ, который назывался «Наставление, данное священникам, каким образом около зараженных, больных и умерших поступать». То есть он был первый теоретик санитарных норм в церкви в период эпидемии. Видя, какое количество людей заражаются, какое количество умирают ежедневно, а на секундочку, умирало более тысячи человек в день. Амвросий решил призвать горожан к тому, что вот сегодня мы бы назвали самоизоляцией. Кстати, через 250 лет эти же слова повторит и святейший патриарх Кирилл. «Останьтесь дома, не толпитесь и не слушайте тех, кто говорит вам иное». Но люди есть люди во все времена. И в то время, как и в наши дни, нашлись чумные диссиденты. Среди них были даже некоторые московские священники, которые, несмотря вот на этот указ архиепископа, продолжали служить многотысячные молебны. Один из таких молебнов, пожалуй, самый массовый, служили у почитаемой боголюбской иконы Божией Матери, которая располагалась у Варварских ворот в Китай-городе. Амвросий понимал, что подобное скопление народа способствует распространению заразы. И он запрещает молебны, а икону повелевает унести, прося москвичей, совершать молитвы Келейна по домам. И что вы думаете, что сделала его паства? Она рассверепела. Нет, не без помощи, конечно, некоторых товарищей, особо ревностных, которые начали науськивать народ и кричать, что архиепископ Амвросий маловерный, что он не с народом, а с императрицей. И даже, что он ограбил Богородицу, имея в виду приказ Амвросия убрать ящик для пожертвований от иконы, чтобы народ перестал класть туда монеты, надеясь на исцеление. И вот 15 сентября 1771 года лидеры протеста залезают на набатную башню Кремля и бьют в колокол. Собирается многотысячная толпа, вооруженная дубинами, топорами, кольями. Всю эту народную армию манипуляторы тут же направляют в Кремль. В толпе звучат проклятия, которое сочетается с пением молитв, с призывами не слушать архиереев, а слушать простых батюшек, с какими-то антиправительственными выкриками и главным воплем о том, что Амвросий, мол, Богородицу ограбил. Вот с этим набором горячих речевок, разогретая до иступлений толпа врывается на территорию Кремля, где громит и разоряет, чудо в монастырь. Простите, тырит даже лампадное масло в подсвечниках. Ну, а далее, как и водится, переключились на богатые дома, больницы и купеческие лавки. Зачинщики бунта требуют ответа и мщения, мщения и какого-то ответа. Вообще, никто так и не понял, чего хотели больше. То ли помолиться, то ли пограбить. Каким-то причудливым образом и то, и другое не вызывало больших противоречий. На следующий день колокол набатной башни вновь хрипел от набата. На улицу вышло еще больше восставших. Задумались, что делать дальше. Кремль взят, чудо в монастырь разграблен. И тогда толпа решила двинуться к Донскому монастырю, в котором и находился архиепископ Амвросий. Донской брали штурмом. Затем, по сложившейся традиции, грабили. Вскоре нашли Амвросия. Престарелого архиепископа вытащили из храма, где он скрывался. И тут же стали кричать в его адрес какие-то проклятия. Вот в стиле нашего екатеринбуржского героя. А потом, а потом московского архиепископа Амвросия стали бить деревянными дрынами. Насмерть, в епископском облачении, прямо у монастырских стен. С цитатами, выкрикивая что-то про возмездие и религиозную ревность. Вот такие ревнители. Все-таки, что ни говорите, во все времена они одинаковые. Начинают с элементарного непослушания, с ропота, затем переходят к проклятиям и заканчивают садизмом во имя веры, как они ее понимают. Опасения Амвросия были оправданы. В общей численности тогда от чумы в Москве умерло более ста тысяч человек. А после того, как растерзанное тело архиепископа было предано земле, всем его убийцам церковь объявила анафему. То есть, что это значит? Анафема это не проклятие. Это констатация факта, то есть официальное признание того, что все вот эти люди, нося православные кресты на шее, те, кто декламировал благочестивые лозунги, даже те, кто был облечен в рясы, никакого отношения к православной церкви не имеют. Дух, который ими двигал, это не дух Христов. Это дух отца всякой гордыни, который просто удачно маскируется под благочестие. Так в 1772 году в Москве закончилась эта печальная история, которая вошла в аналы под именем Чумной бунт. Уже потом советские историки, воспевающие любое народное восстание, будут видеть в этом бунте истоки Пугачевщины, искать глубокие социальные корни, экономические причины. Но для нас с вами важно совсем иное. Вот эти события 1971 года с разорением монастырей, с погромами на улицах, с убийством архиепископа Амвросия, вот все эти события организовали те, кто попрал церковную дисциплину. Кто посвятил все силы своей души борьбе с Антихристом, поиску врагов православия. Вот в самом деле за 250 лет так ничего и не изменилось. Так что запомните имя и лицо этого человека. Архиепископ московский Амвросий Зертис Каменский. Он первый, кто столкнулся с открытыми вирусодиссидентами, с безумными фанатиками и непослушными священниками. И первый, кто пострадал от них. А ведь удивительный был человек. Вот за те три года, что он успел послужить в Москве, он отреставрировал все три московских собора в Кремле. Он создал сеть благотворительной помощи для нищих. Он заложил основы эпидемиологической культуры среди московского духовенства. Именно он составил службу святителю Дмитрию Ростовскому. А в конце жизни совершил свой самый главный гражданский подвиг. Он спас Москву от безответственных сумасбродов. Ведь неизвестно, сколько было бы еще жертв, если бы Амвросий не принял трагичные для его судьбы, но спасительные для людей решения. Английский историк Томас Фуллер как-то сказал, что опыт очень хорошая вещь, но лишь в том случае, если вы за него не переплачиваете. Многие удивительные люди в церкви платили ценой собственной жизни за наше сегодняшнее благоразумие. За то, чтобы провокационные, пусть даже и самые красивые по форме лозунги не приводили людей к смерти. Не заставляли их выбирать православие или смерть. Простите, а где же в этом выборе жизнь? Ведь именно о ней все христианство, весь опыт церкви, вся ее забота. Самый красивый символ этой заботы, вот на мой взгляд, это русская филония. Знаете, есть такое облачение у священников. Вот так оно выглядит. Это русская филония. А вот так до нее выглядела греческая, которую наши предки приняли вместе с верой. Видите разницу? Она только в одном. В русской филонии поднят ворот. Северные ветра сильно задували нашим батюшкам шею. И церковь тут же позаботилась об их здоровье. Не стала мучить людей ревматизмами и шейными миозитами, а изменила тысячелетнюю форму богослужебной ризы. Вот в этой русской филоне гораздо больше того, что нам нужно знать о церкви, чем в словах некоторых товарищей, которые носят эту филонь, прикрывая свою шею, но рискуют при этом жизнями людей. Вот таким он был церковный опыт «Сын ошибок трудных». Всего вам доброго и берегите себя от стрел лукавого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова